Здарова народ, с вами снова я Макс и в сегодняшнем видео я расскажу как я делал натрусочку на 17 век. Что такое натрусочка? Это пороховница, в которой хранится порох для засыпания его на полку канала ствола. Но до суть дела не в этом, я как бы пообщавшись с многими людьми, они мне подсказали, рассказали кое-какие вещи. Эти люди непосредственно были в запасниках музеев, трогали такие предметы, смотрели их изнутри, как они устроены, как сделаны, они мне многие вещи рассказали, подсказали. Вообще такие натруски именно круглого типа изготавливались с помощью токарных станков, то есть они вытачивались. Не задавайте вопросы по поводу того, что были в 16-17 веке токарные станки были и они в основном точились. Но я сегодня покажу способ, как я это делал все в рукопашечку без помощи токарного станка, так как такого не имею. Значит, в принципе, все просто и, как говорится, банально. Подхожу к этому вопросу с помощью обычной доски толстой, которая была у меня уже заранее заготовлена. Вот отпилил кусок, немножечко сточил с боков шлифмашинкой, придал форму такой вот кубышечке и распилил все это дело напополам. Получился бутерброд-сэндвич. Значит, вот в этом с этим сэндвичем я буду в дальнейшем работать. Значит, что хочется добавить по этому вопросу. Материал, который в основном использовался для изготовления таких натрусок были плодовые деревья. Это груша, яблоня, бук. Но так как у нас с этим тяжело, у меня были куски груши, но которые я сушил, они полопались все и ни один кусок не подошел. Значит, использую я сосну, то, что, в принципе, под рукой, потому что у меня появилось желание, но я не стал ждать, когда я добуду материал необходимый для работы. И начал, как раз, работать именно с тем материалом, который у меня был. Значит, обуд, это у меня полтора миллиметровый кусочек стали с полоску, которую я взял. Значит, таким образом она обжимает вот две чашки и держит. Я сначала, когда начал изготавливать, еще не знал, что обстукивать вот этот обуд не надо. То есть, я немножко сделал его таким выпуклым. На самом деле он прямой и он как бы должен схватывать две эти чашки и плотно держать их между собой. Ну, то есть, в дальнейшем будет под него сделан еще, как говорится, внизу винт вкручиваться. И по поводу этой площадки, где будет вкручиваться винт, значит, все это я подстукиваю уже на самой, как говорится, натруски. То есть, подгоняю ее. Подгоняю обуд к натруски, вот, чтобы это все плотненько прилегало. Ну, в дальнейшем мне потом подсказали, что не надо было мне делать выпуклую, а надо делать плоскую. Вот таким способом все это будет держаться между собой. И приступая к упору вот на винт, таким способом я просто прокрутил вот эти вот две площадки, вот которые я сейчас нарезаю резьбу, они, собственно, делаются намного толще. То есть, материал берется где-то там от 3-5 миллиметров, ну, может быть, до 7-6 миллиметров. Вот такой вот плотненький, толстый, для того, чтобы винт плотно сжимал. Внизу у меня, в принципе, это так и осталось, где-то в районе 3 миллиметров, если общесуммарно взять. Вот, я нарезал резьбу, закрутил болт. Все, в принципе, держится. Ну, тоже туговато. Ну, я думаю, когда еще я буду когда-то раскручивать эту конструкцию, навряд ли. Вот таким вот способом получилось. Все это лишнее потом обрежу. Соответственно, мне это не нужно. Плюс я сделал для себя еще такой нюанс, что я практически не видел никогда, чтобы кто-то разбирал такие вещи. Ну, то есть, вот эти две чашки, снимал их вот таким способом. Что хотелось бы добавить по этому поводу еще... Так как токарника нету, носик я буду вытачивать вот таким примитивным способом на дрели, вот, делая канавки и всевозможные упоры, шлифуя это все. Вот это все делалось из обычного прутка стального. Ну, выбрал нужный размер, примерный, так, посчитал, сколько должно быть для удобства насыпания и чтобы это все не мешало и выглядело эстетически красиво. Потом все, естественно, размечаю это, просверливаю отверстие и уже, как говорится, подгоняю этот носик к ободу, чтобы он в дальнейшем держался. Намечал я, значит, с двух сторон. В принципе, сверлильный станок у меня был, но я показываю более такой простой способ, так сказать, на коленке, чтобы у многих нет таких приблуд, там, станков всевозможных. А это вот именно показываю, как сделать это вручную, без особых хитростей, каких-то там секретов, вот, что все делается, в принципе, элементарно. Было бы желание и, как говорится, понимание, как это все делать. Значит, размечал я не на станке, потому что, ну, я думал, если пойдет у меня что-то в кривь, лучше сверлить с двух сторон. То есть, сначала просверлил до половины с одной стороны, потом встречно, навстречу к ней уже с другой стороны просверлил. Ну, и вот у меня получилась вот такая вот штука. То есть, вот встал носик мой. Сейчас я его сведу на конус и проточу желобок. В дальнейшем я объясню, конечно, для чего нужен этот желобок. Таким вот способом. Я думаю, болгарка и дрель есть у каждого. В принципе, ничего тут такого нету, потому что, я говорю, больше таких сверхъестественных инструментов мне не понадобилось. Ну, кроме еще, наверное, маленькой газовой горелки. Вот этот носик получился в центре с желобком. Вот таким. Немножко эксцентрик у меня получился, но это не важно, потому что в дальнейшем он будет, когда рассверливаться, большим диаметром сверла. Вот этот желобок по центру. Углубление такое. Это я потом объясню, для чего это нужно. Вот. Сейчас пока отверстие маленькое. Сейчас пока это все болтается, еще не закреплено, не зафиксировано, не подогнано. Естественно, все это в грубой форме. Значит, в самой натруске, вот в этих чашках я просверлил отверстие для того, чтобы изначально поставить, как говорится, носик, прикрепить обод, обжать это все и посмотреть, как это все будет держаться и выглядеть. Потом штангелем разметил диаметр полей, как говорится, и границ, где я буду все это выбирать. Выбирать можно несколькими способами. От простых резаков, то есть сначала это все выскоблить, так сказать. Можно также дрелью насверлить дырок отверстия. Можно, как я вот сейчас, например, таким способом, долго и мучительно, задыхаясь пылью, выплевывая легкие, выковыривая пуки пыли из глаз, все это сточить. Но это уже, в принципе, только моя полировка. Я показываю, как я уже заполировал и вот довел до этого такого хорошего состояния. У меня, кстати, вот в левой чашке, в левой руке, у меня вот выдрало несколько кусочков. Я потом уже буду вклеивать дальше, чтобы брак от этого сбежать. Уже непосредственно, так как будет внутри находиться порох, я все это делом в дальнейшем буду проходить воском. Для того, чтобы все это пропиталось воском внутри. Вот таким способом, чтобы все это, как говорится, пропиталось и влага не попадала туда во избежание склейки к пороху. У меня получилось вот таким способом. Все это я отлично затер, то есть у меня нет там никаких эффектов воска, не осталось. Ну и уже приступаем делать вот с таких маленьких прутков. Я начал делать элементы крепежа самой натруски. Она же будет держаться в дальнейшем на шнуру, либо на кожаном ремешке, либо на плетеном шнуру с кисточками. Пока я еще не решил, ни того, ни того у меня нету. Я еще не плел, но скорее всего это будут кисточки со шнуром. Я буду делать вот такого плана держателей. Ну обычные. Такие вот, как сказать, ушки. И уже их буду потом впаивать с помощью горелки. Вот такие вот ушки получились у меня. Я их обрежу. Сейчас покороче. Сначала я думал это все дело вообще вставить, расплющить и уже посмотреть, ну как это будет выглядеть. Но потом, когда понял то, что вот эти усики, которые надо плющить, либо их надо утончать, и потом немножко выбирать в самой натруски паз, чтобы это все плотно прилегло, но я решил не заморачиваться, таким способом не делать, а более подойти к такому реконструкторскому подходу и все как раньше сделать, запаять. То есть запаять латунью кусочками латуни, все это впаять. Но так как мы приближаемся все-таки непосредственно к тому, что сделать правильно, вот так вот я забубенил, и буду сейчас запаивать все дело. Сначала у меня ничего не получалось, я что-то как-то даже думал, что все это фуфломициновая мазь, использовал мало буры, бура играет тут ключевую роль, обязательно не жалейте, сыпьте больше для того, чтобы все это разогревалось, грелось хорошо и уже паялось, потому что я сначала несколько моих вообще подходов, раз не принесли вообще никакого результата. Но потом покурил пару мануалов, почитал, посмотрел интернет, где люди объяснили, все рассказали, в принципе, большое спасибо этим людям. И они уже как бы довели кое-какие нюансы, что не так получается, надо держать подольше и побольше бурыз и пути, чтобы все это впаялось. И потом в дальнейшем все действительно встало на свои места, все у меня запаялось, я даже попробовал потом на излом пассатижами, ничего не оторвалось, не сломалось, все, в принципе, отлично припаялось. Но так как я нагрузок таких не буду испытывать, ну, в плане пассатижами дергать, это будет висеть у меня через плечо сбоку, ну, я решил, что этого более чем достаточно для того, чтобы держались эти проушины, как говорится, в ободе. Вот такая конструкция получилась. Сначала сделал одну сторону, потом вторую сторону таким же макаром. Ну и, соответственно, все это потом внутри зачистил, чтобы все у меня плотно прилегало к самой деревянной части натруски. Потому что вот эти всевозможные бугорки и отхождение, они как бы потом влияют, когда все начинает, конструкция становиться на место собираться, она начинает влиять. И надо, чтобы обод очень плотно прижимал две эти чашки между собой. После того, как я сделал уши, я уже, соответственно, перехожу к запайке носика, вот эту, которую я вытачиваю на дрели, чтобы у меня он тоже плотно держался. Его самое главное здесь выставить ровно, и тут надо придерживать все, как бы немножечко у меня сначала пошло все не так, но потом я немножко подрасплавил, зафиксировал все, и уже сделал более ровно. Немножко вкрепь у меня носик пошел, потому что одному человеку и держать, и паять, и все это фиксировать очень неудобно. Ну, самое главное, как подойти к этому творчески. Можно, конечно, было заварить это все сваркой, но еще раз повторюсь, так как мы приближаемся к реконструкции, я показываю способ, как это сделать без сложных каких-то приспособлений, типа как сварки. Все я это делал за счет простых элементарных вещей, которые можно найти в быту, и которые, в принципе, такие вещи, как дрель, болгарка, есть у каждого человека. И тут самое главное желание. Ну, газовую варелку можно купить, она стоит недорого, плюс газовые баллоны. Достать буру тоже я не считаю проблемой это. Ну, смотря кто где живет, и кто, как говорится, занимается, какими делами. Бывает в некоторых моментах она очень не распространена, но раньше продавалась она в аптеке. Ну, я ее нашел на рынке, в принципе, у нас подогнали мне пакет буры. Так, вот так это все выглядит. И уже латунный прудок, конечно, я заказывал по интернету, мне Паша привозил его с Питера, вот присылал, вернее, мой знакомый. Вот он как раз мне объяснял по натрускам все, как, что, чего. Вот так вот эта конструкция выглядит. Вот сейчас уже в дальнейшем пойдет процесс подгонки самой вот этой чашки, чтобы одна к другой прилегала очень плотно, чтобы нигде ничего не мешало, не было зазоров, чтобы все вот лежало как надо. То есть в дальнейшем порох будет где-то просыпаться, где-то будет измельчен. И я вообще во избежание того, чтобы он где-то вообще вывалился, я их решил склеить. Они не клеены, я так понимаю, не сделаны для того, чтобы если вдруг повредится одна чашка или две чашки, чтобы можно было легко скинуть ее с обода и, как говорится, заменить другой. Но так как я практически этого не видел, и я не приближаюсь к реальным боевым сценам в плане того, что где-то ее ломать. Да, если только по чистой случайности ее можно сломать, но я решил ее склеить. И засыпаться порох будет у меня через верх. Все, сейчас пойдет процесс подгонки самой вот этой конструкции, то есть самой круглой чашки и чистка, полировка, потому что сейчас буду наносить рисунок, так как я брал натруску с музейного экспоната, которая непосредственно находится в музее, не помню в каком, врать не буду, но она с рисунком, мне она очень понравилась, и я решил именно делать такую вот себе. В принципе, в размеры я попал. С рисунком я тоже посчитал, посмотрел. В дальнейшем я, конечно, покажу, как она выглядит. Сейчас будет процесс нанесения самого узора. И уже вот, кстати, вы видите, подгонки моей натрусками, которую я разрисовываю, сейчас вот находится листок. Я еще покажу в дальнейшем этот листок, этот музейный экспонат. Сама вот этот обод, носик и возвратно-пружинный механизм, он вообще сделан из латуни. Так как с латунью у нас вообще проблема, мне пришлось сделать из металла. Будет металлическое. Но концепция чуть поменялась в плане металла и, как говорится, цветного на чермет я перешел. Но суть дела не в этом. Все пропорции соблюдены, я постарался приблизиться по максимуму к этому музейному экспонату. Значит, такой вот узор у меня получается. В дальнейшем вы увидите. Это процесс такой долгий, утомительный, потому что надо прорезать каждую там полосочку. Вот эти вот контуры, которые по кругу делаются, они тоже вытачиваются на станке. Но так как у меня ручная работа, и все я делал вручную, подгонял. Есть небольшие огрехи, но они незаметны и не видны. В дальнейшем идет процесс полировки, и уже потом непосредственно я переступлю к процессу покраски. Лак я, значит, брал груша, потому что, я говорю, еще раз повторюсь, использую плодовые деревья для того, чтобы все это делать. Ну, так сказать, замаскируем ее под грушу. Красноватый цвет получился приятный довольно-таки. И сейчас, наверное, для меня это был самый тяжелый процесс. Это будет процесс изготовления возвратного механизма. Вот она какая получилась. А сразу морилка и лак. Значит, возвратный механизм я тоже делал из прутка, грел его, плющил. Первый вообще закосячил. Это вот, вы видите, мой второй вариант, уже более точный, потому что процесс сначала пошел не как надо. У меня что-то тут все вроде сначала нормально выходило, а потом уже, когда начал плющить хвостовик, ну, под палец, его у меня, как говорится, повело, и металл раскрошился. Мне уже в дальнейшем пришлось прибегнуть ко второму варианту. Вот этому еще один пруток был взят. И сделана вот такая буква ЗЮ. Вот сейчас я покажу. Да, вот как раз именно вот под палец. Чтобы нажимать пальчиком. Сверху я сделал клапан закрывной. Вот он. Вот такая вот уточка. Ну, кованая вещь получилась такая. Постарался приблизиться к такому кузнечному, кузнечному, а-ля слесарная такая конструкция. Вот так он будет держаться. Конечно, сейчас все еще не подогнано. Сейчас будет, значит, процесс создания удержателя для носика. Вот почему, для чего нужна была канавка. Для того, чтобы туда накладывается пластина обжимная. Она еще, как говорится, обжибает носик. Утапливается сам носик. Я его тоже пропаял. И она будет в дальнейшем держать вот этот возвратный механизм, который будет закрывать клапан. Клапаном будет закрываться вот этот вот носик, чтобы порох не просыпался. Он у меня сначала длинный. Ну, как обычно, я сделал длинный, чтобы подогнать под размер. Надо еще попадать, посмотреть, потому что все это такой тонкий процесс. Сначала думаешь, вроде его легко там, а потом, когда понимаешь, что придется еще покорячиться, повозиться для того, чтобы ничего не мешало, ничего не задевало. Вот. Через гвозик я проделал. И вот так эта конструкция изначально выглядит. Да, сейчас все кривенько пока, потому что все не жестко, не зафиксировано еще, не отрегулировано. Но принцип понятен, да? Нажимаем пальцем, открывается носик, высыпается порох. Потом в дальнейшем будет ставить пружинка возвратная, которая будет... То есть, отогнул пальцем, придерживаешь, насыпал сколько надо порохом, пальцы отпустил, все встало обратно. Это для тех, кто не знает, как работает этот механизм. Для тех, кто знает, в принципе, эти объяснения, они будут неуместны. Вот эта вот, кстати, пластина, которая сыграла роль возвратной пружинки моей, она оказалась каленая. И поначалу я думал, что все хорошо, все отлично, она отлично возвращает. Но получилась довольно-таки очень неприятная вещь. В каком плане? После 5-6 раз того, как я нажимал пальцем, пружина ослабевала. Вот я сейчас нажимаю. Она как бы сейчас не натянута еще. То есть, она сейчас стоит пока не подогнута. Когда я подогну ее, она будет более жестко уже. Она будет закрывать лучше. Отщелкивать, то есть, обратно. Но после 5-6 нажатий она ослабевает и проседает. И в итоге получилось так, что мне придется эту пружину заменить на более лучшую. В дальнейшем мне подгонят, конечно, пружинку. Пружинки используются в основном от пил. Ленточных пил. Они хорошо пружинят и возвращают. Вот. Вот она вроде так классно выглядит, все хорошо. Вроде возвращает хорошо. Но после, наверное, 5-7 нажатий, все, она уже не становится на место и немножко пропускает. И это не айс, так скажем. Пружинка делалась на болт, прикреплялась на болт. Вот так эта конструкция в итоге выглядит. Все, в принципе, подошло. Меня все устраивает. Ну, как говорится, вот на ваш суд вот такая вот натрусочка получилась у меня. С пропорцией я не ошибся. Оценивайте работу. Смотрите меня дальше. Ну, в принципе, все. Всем спасибо и пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok